Выезд на среднюю линию остановка приветствия. Участники соревнований приветствовали не только судей, но и февраль. Ведь открыли месяц первенства и кубок Московской области по выездке. Перед турниром проходили учебно-тренировочные сборы с такими наставниками, как Валентина Мартьянова, Мария Шигаль, Полина Афанасьева и Анна Елисеева. Юные всадники не только тренировались верхом с ведущими специалистами нашей страны, но и занимались общей физической подготовкой, общались со спортивным психологом, посещали семинары и в полной боевой готовности подошли к соревнованиям. Посмотрим, насколько всадники усвоили ту информацию, которую мы им пытались донести, насколько их лошади готовы и будем рады поставить высокие оценки и желаем, чтобы всадники улучшили свои проценты. Всадники действительно показали хорошие и стабильные результаты. Воскресенье определило победителей абсолютного первенства в категориях дети, юноши и юниоры. Все абсолютные победители заработали за время соревнований по 4 медали в своих категориях. Все три дня занимали первые места в ездах, в результате чего стали абсолютными чемпионами. В этих трех днях я стал первым и потом первым по абсолютному первенству. Также хотел сказать спасибо своему коню и своему тренеру Наталье Мартьяновой. Также спасибо огромное за поддержку своей маме. Сегодня мы стали абсолютными победителями в категории юноши и юниоры. Мы очень благодарны своей команде и своему конному клубу отраде и спасибо огромное за возможность стоять и тренироваться и готовиться к таким соревнованиям. Мы поздравляем всех участников и желаем дальнейших успехов. Также эти соревнования стали особенными для судьи из Воронежской области Александры Тростяной. Александра приехала судить турнир по программе региональных судей, предварительно подав заявку. Для меня это большой опыт участвовать в судействе соревнований такого высокого уровня. Я надеюсь, что нам это пригодится для повышения качества судейства на региональных стартах. Спасибо Максиму Стейпу за предоставленные возможности. Мы поздравляем победителей и призеров и благодарим всех за участие в сборах, как наставников, так и юных спортсменов, а также сеть многопрофильных клиник КАП плюс 31 за призы для победителей соревнований. Мы всегда рады видеть всех в Максима Парк. До встречи на Кубке и Зимнем Первенстве России, которые будут проходить с 3 по 7 марта.